Вот и завершилось трехмесячное обучение в рамках нового просветительско-образовательного проекта для руководителей менеджеров программ международного гуманитарного сотрудничества некоммерческих неправительственных организаций НКО без границ. Проект включал в себя три этапа. Первые два этапа носили онлайн-формат и длились в течение месяца каждый. Для начала был проведен базовый видеокурс на цифровой платформе, состоящий из 10 обязательных и 5 дополнительных видеоуроков. В первом этапе участие приняли около 600 представителей НКО из 34 стран. Затем был проведен онлайн-курс, состоящий из 7 вебинаров с профильными экспертами по вопросам проектной международной деятельности. На второй этап прошли около 100 участников, ведь для прохождения на каждый следующий этап участники должны были успешно пройти квалификационное тестирование. Во время второго этапа представители некоммерческих, неправительственных организаций смогли пообщаться с экспертами-практиками, смогли задать все интересующие вопросы, проанализировать собственную работу и вписать международное сотрудничество в стратегию развития своей организации. С 5 по 8 декабря в Москве состоялся финальный этап проекта НКО без границ. К участию в данном очном интенсиве были приглашены представители, показавшие лучшие результаты на всех предыдущих этапах проекта. Мне кажется, что удалось создать уникальный проект НКО без границ. Действительно, такого еще не делали, когда организации социально ориентированные и некоммерческие получили возможность узнать о том, что же такое международное сотрудничество, зачем оно нужно и какие правильные инструменты для этого использовать. Ну и как бы прелесть очного этапа в том, что эти люди могут действительно посмотреть друг другу в глаза, перезнакомиться друг с другом. И нам бы очень хотелось, чтобы их проекты поженились, чтобы у нас благодаря этому, поскольку здесь есть представители разных стран, чтобы возникли устойчивые партнерства. Хорошо, когда это инициатива единичной организации, но гораздо круче и сильнее, когда это инициатива коалиции организаций, те, которые действительно стали партнерами благодаря этому обучающему курсу. На самом деле я счастлив, что все три этапа прошли на ура. И, конечно, эксперты, которые были привлечены, это, конечно, мега-специалисты. И я очень много научился, и проект на самом деле очень крутой. И я надеюсь, что все-таки в будущем данный проект НКО без границ получит продолжение, потому что это, на самом деле, очень такая вот, ну, понятно, для организаторов корпотива работа, но она того стоит. Курсы НКО без границ. Образовательная программа для нас, она не сколько, наверное, только обучающая, сколько знакомящая коллег, которые занимаются социальными проектами со всей международной деятельностью. Какие у них есть возможности, куда они могут обращаться, какие организации этим профильнее занимаются. Потому что основная, как мне кажется, проблема у некоммерческих организаций, которые занимаются этой деятельностью, слабая осведомленность о всех возможностях, которые есть в нашей стране. А их очень много, и зачастую коллеги просто стучатся не в те двери, а в каких-то домах их ждут, и ждут, и готовы поддерживать их проект. Подобного формата его не существует, и назрел он уже давно. По сути, подобный формат он появился от коллег, которым он нужен, не от организаций, которые его сформировали, а от тех, кому непосредственно нужна эта помощь. А помощь, она заключается в сопровождении, в консультации, в информировании. И кто, если не те организации, которые, собственно, осуществляют эту деятельность, смогут подготовить этот образовательный курс, и он по своему формату уникален, потому что мы впервые собрали так много партнеров, таких разных партнеров, достаточно сложных по форме, по типу. Это и федеральное агентство, это и фонды, и это общественные организации. Мы привлекли максимальное количество партнеров, которые могли бы оказать поддержку образовательную для содержательной части этого проекта. Поэтому мне кажется, что это очень важный проект, который, может быть, некоторым организациям кардинально изменит жизнь. По зову души и по требованию времени я пришла в этот проект. Ничего не ожидала, все слушала и слышала, делала домашние задания. И вот, наконец-таки, среди лучших, среди первых меня пригласили в проект от нескольких организаций, который позволил мне принять участие в живом мероприятии. Меня поразила сплоченная команда организаторов, которые заботились обо всем, и где мы будем проводить время, культурную программу, и какие спикеры у нас будут выступать, и все материалы нам выдавали. Формат мероприятия был продуман до мелочей, в котором мы могли раскрыться, как обычные люди, обменяться мнением, как мамы и папы, не как руководители каких-то некоммерческих организаций. Это позволило мне показать, снять какую-то конкурентную среду. То есть мы были единой командой вряд ли, но мы были более настоящие, нарасслабленные. Хочется сказать значительно свой монолог с того, что когда человек понимает то, что он все знает, все умеет, что уже у него все получается. Это крах такого человека и финал вообще для его карьеры, наверное, для личности. Для нас и моя личная стратегия такая по жизни – это всегда нужно узнавать что-то новое, учиться, выходить из зоны комфорта, открывать для себя, ставить новые цели, непреодолимые. И все равно прошибать все на… вот прям идти напролом, добиваться, знакомиться, общаться, коммуницировать. Именно поэтому это обучение как-то очень к спеху сложилось именно в тот момент, когда оно, наверное, было необходимо, потому что, несмотря на опыт проведения международных проектов на территории Российской Федерации, 24-й год для нас будет обусловлен уже проектами за рубежом. И в таких больших странах, дружественных, как Китай, Индия, и эти два-три месяца и онлайн, и три насыщенных дня очного обучения дали очень большой багаж, который пригодится. В этом проекте та информация, которую нам постарались организаторы дать, те спикеры, которые участвовали в этом проекте, они позволили расширить понимание того, как работает грантовая система в Российской Федерации. Особенно это важно для общественных организаций, которые не из России, для зарубежных общественных организаций. Я так думаю, что для того, чтобы теперь подать заявку, мы вполне готовы. Хотя до проекта, глядя на всю эту сложную систему, даже трудно было подступиться. А теперь, теперь мы готовы. Информацию о курсах НКО без границ я увидела в телеграм-канале «Международники». Мне это показалось очень интересным, так как я представляю НКО, но не российское НКО, а турецкое. Естественно, в Турции подобных курсов не найти. И так как я, прежде всего, гражданка России, а потом уже представитель Федерации самбо в Турции, я решила почерпнуть информацию от наших же граждан. Я прошла, меня пригласили на третий этап, где мы должны были непосредственно разрабатывать свои проекты. Были живые семинары уже непосредственно в аудитории. На третьем очном этапе у нас с другими участниками родилась общая идея, которую мы в ближайшее время планируем реализовать. Это реальный проект, он рабочий, он принесет много положительных моментов и для одних участников, и для других, и, в принципе, для нашей страны. Вот этот проект для меня... Я работала на таком нашем местном уровне, и он стал для меня вообще очень интересным, о том, что как-то есть что-то еще и международное. То есть то, что в моей голове раньше не было такого опыта, я даже не представляла, я всегда слышала о каких-то там организациях, благотворительных каких-то, которые делают очень важные социальные вещи. Я думала, ну как же, как на что они деньги берут деньги, как они это делают. И для меня, конечно, там вся информация, это абсолютно, наверное, практически все было новым. И вот наши этапы сначала онлайн, когда мы смотрели лекции, потом, когда мы знакомились, о том, как писать проекты, как работают фонды, это очень ценно. И, конечно же, что для нас пригласили напрямую людей, руководители русского мира, Россотрудничество, вот эти, фонда Горчакова. Эти встречи, они просто бесценны. Конечно, мы бы, может быть, могли бы на сайте получить информацию, как писать проекты фонда Горчакова, чтобы он прошел, да, но пообщаться лично нам с его руководителем и какие-то моменты услышать из уст, ну, наверное, это невозможно, да. А здесь вот такая открытость, и руководители, да, на высоких должностях в том числе, это тоже очень ценно. Я всегда понимала, что мне нужен какой-то новый ориентир. То есть наша организация устроена так, что мы все время развиваемся. И вот этот международный, как бы, акцент, он поменял в моей жизни все. То есть за это время такая произошла невидимая работа. Я нашла партнеров, я вышла на Министерство образования, мы подобрали партнеров с нашей российской стороны. Ищем сейчас активно партнеров с Беларуси. Мы решили начать с Беларуси, но это только первый шаг. Я новичок, но я думаю, что обучение очень многому меня научило, помогло, и я уверена, что все получится. Я изначально принимала участие в данном проекте, чтобы повысить свои навыки. Навыки фандрайзинга, навыки получения грантов, навыки коммуникации. И хочу сказать, что данный проект действительно направлен на нужное людей, нужное направление. Взят очень интересный фокус всех представленных тренингов. Интересные задания были представлены для выполнения, которые как раз-таки раскрывают каждого участника по-своему. очень благодарны данному проекту и хочу пожелать больших успехов и дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова